всем привет друзьям с вами я александр и что-то давненько на канале не было портативных колонок посмотрите что сегодня ко мне попала на стол вот такая вот внушительная колоночка от трон smart трон smart bank impact full стерео sound 360 градусов sound young con кастома забыл и кью то бишь эквалайзер какой-то у нее есть очевидно вот тут еще информация о подсветке поэтому тот sound пульса audio truck он уже прочитаю тело из хэндал то есть ручка может работать powerbank есть влагозащита это у нас встроенная подсветка в такт музыки персонализированное приложение в кастомизируемые световые эффекты различные типы подключения nfc ну что же неплохо давайте ее распакуем папа вот такой вот внушительный аппаратец смотрим что у нас тут имеется сам бумбокс так его буду называть по привычке и инструкция пара кабелей юсби си и три с половиной миллиметра аукс ну и собственно пакетик с тем что есть нельзя так какой аппаратец симпатичный здесь у нас такая тканевая обивочка можно сказать из плотного материала такого это прорезиненные кнопки включения это я пока не знаю что очевидно эквалайзер регулирует может быть подсветку плюс-минус это треки и громкость пауза пуск режимы работы и это что это наверное режим запаривания да кстати эта штука умеет работать по моему состав колонками то есть можно одновременно объединить 100 колонок вставляете так боковая часть 1 2 пассивные излучатели ручка сзади у нас написано кстати все из бисе раз это у нас для зарядки с неё я так понимаю как powerbank а может работать 5 вольт 1 ампер написано резать есть вот здесь вот в углубление это для зарядки и избиси аукс три с половиной и для карты тф то есть sd карты салат заглушечка плотненько садится так снизу нас такие вот ножки мягкие ну что же неплохой аппаратец сейчас я буду его тестировать а потом я все вам про него расскажу пауза а 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 что же друзья протестируя данную колоночку послушал погонял по изучал так скажем кстати звук в том небольшом фрагменте который вы только что посмотрели с подсъемами этой колоночки записан с микрофонов то есть это внешний звук с двух микрофонов без совершенно без всякой обработки источником была sd карта соответственно никакой тон коррекции не производилась я постарался вам передать звучание чтобы вы имели представление как звучит эта колонка по качеству давайте посмотрим что у нас по характеристикам производитель заявляет нам и так bank 60 ватт party спикер вот компоновка непосредственно динамиков то есть у нас есть два низкочастотника и два высокочастотника а также два пассивных излучателя тюнкон технологии позволяет объединять 100 динамиков в режиме вечеринки так скажем wonderful party не знаю правда сделал это кто-нибудь в реальной жизни или нет но тем не менее такая возможность имеется интегрированный sound пульс это пресет ну или настройка дсп встроенного так сказать эквалайзера которая расширяет динамический диапазон высокий и низкий звук становится более объемным ручка для переноски данная колонка ориентирована преимущественно эксплуатацию вне помещений то есть где-то вы ее с собой взяли понесли в пляжную вечеринку на патина какой-нибудь ipx6 водозащита это хорошо это уже серьезные прямые струи в общем то мыть эту колонку можно спокойно под краном если вы ее вдруг загрязнили не боясь что вода попадет внутрь встроенный powerbank 5 вольт один ампер бить драйвен light show ну соответственно подсветка которая может либо плавно меняться либо моргать в такт музыки приложение tron smart nfc 15 часов воспроизведения вот тут надо внести маленькую ремарочку сразу скажу я тест автономности не делал потому что ну просто нет у меня возможность долго тестировать там на максимальной громкости поэтому будем верить производителю тем более что 15 часов это я думаю на ниже средней громкости и что-нибудь не очень интенсивное потому что вот стопроцентная громкость 4 часа ну я думаю что производитель нас не обманул здесь работа голосового помощника есть по управлению здесь у нас тоже полный порядок кнопка включения отвечает нас естественно за включение выключения а также за режимы подсветки либо в такт музыки либо просто плавная смена ну пуск пауза это понятно кроме этого еще отвечает за снятие трубки и отбой звонка также есть по двойному клику набор последнего номера и еще есть одна функция нажатия на эту кнопку в течение 8 секунд перезагружает колонку примерно так же как вот утопленная кнопочка сзади насчет кнопка m естественно выбор режимов работы а также два раза нажав на нее можно вызвать голосового помощника здесь вот оставшаяся кнопка она отвечает как раз за этот режим спаривания с другими колонками выключаем и вот здесь еще у нас есть кнопка sound пульс которая меняет частотную характеристику такой сразу у нас один здесь присед повешен на этой кнопки позже из приложения я вам покажу все остальные в общем то по управлению все по характеристикам тут у нас кстати сравнение с анкеровской колоночкой есть примерно за эту же стоимость на тип у нее меньше мощность нет у нее твиттеров отдельных да вот спецификация 5.0 bluetooth кодек только sbc к сожалению профили bluetooth 18 метров по прямой 20 на 20 частотный диапазон 60 ватт мощность электрическая заявленная собственно громкости это не имеет никакого отношения чуть позже я вам продемонстрирую в децибелах громкость 5 вольт 2 ампера это вход и время зарядки четыре с половиной часа так что еще я хотел вам сказать значит выход этот действительно до 1 ампера я проверял где-то 090 95 потом уходит в защиту я имею ввиду используя в качестве powerbank музыку можно воспроизводить как с sd-карты так из подключенного сюда обычного usb накопителя с usb разъемом теперь по качеству сборки но тут нареканий никаких нету все плотно хорошо как мы можем видеть никаких скрипов люфтов нету в общем-то подогнано все тоже качественно никаких тут щелей я не вижу лично ну разве что вот здесь вот придраться можно какая-то щель есть где кнопки весит колонка совсем немало 3 килограмма 8 грамм но и размеры у нее 361 на 183 на 150 миллиметров короче говоря хороший такой бум боксик имейте это ввиду в общем-то не очень легкая и маленькая колонка микрофон у колонки встроенные находится он вот здесь и в принципе вполне можно поговорить так сказать по этой колонке если у вас она подключена к телефону давайте послушаем работает микрофона колоночки трансмарт бэнк сейчас я нахожусь ее на расстоянии примерно сантиметров 70 80 если чуть-чуть приблизиться к микрофону я выяснил где он находится 1 2 1 1 2 3 и будет вот такой вот звук это сантиметров 30 наверно примерно что же вот такое вот качество микрофона да конечно он не идеальный но разобрать в принципе можно и вдруг если у вас телефона под рукой нет а вы слушаете эту музыку на этой колонке вы можете спокойно ответить на звонок проблем я думаю никаких не будет далее у нас приложение давайте с ним ознакомимся нас встречают вот такие вот иконки мы выбираем наше устройство трансмарт бэнк выбрали переходим значит здесь у нас главное здесь у нас эффекты и настройки эффекты звуковые дефолт sound пульс дебаз 3d hi-fi classical vocal rock это соответственно пресета эквалайзера чуть позже покажу как это все звучит значит контроллер непосредственно bluetooth выбор источников аукс тф карт карточку нас стоит назад возвращаемся на bluetooth можно выбрать ю диск с флешки broadcast это broadcast master непосредственно как раз сопряжение до с множеством других колонок но и управление подсветкой либо solid вот так вот либо в ритм музыки может это все моргать любому можно совсем выключить а также можно выбрать если стоит солидон то этого цвета будут меняться а цвет можно также выбрать какой вам нравится вручную если вы хотите это сделать ну вот в общем то и весь функционал приложения довольно таки нехитрая давайте посмотрим как у нас пресеты влияют на звук поехали а а Ну, в общем, изменения вы должны были слышать. В реальности, конечно, еще побольше слышно отличия в звучании. Ну, так, пресетов эквалайзера, в принципе, достаточно много. Единственное, как вы могли слышать, есть небольшие щелчки при переключении от одного пресета к другому. Но это можно записать в те небольшие минусы, которые есть у этой колонки. Кстати, по качеству приема заявляет производитель 18 метров. Я не проверял по прямой, к сожалению, у нас холода на улице. Нет возможности проверить, я бы на дачу с ней сгонял, конечно. Но по комнате у меня, в принципе, ловят так же, как и блютуз наушники, даже лучше. То есть, от одного конца в другой квартире, через все там препятствия. А по ссылочке вы здесь можете посмотреть, как я тестирую наушники, сколько там у меня метров. В общем-то, сигнал нигде не отрывается, все прекрасно. На открытом воздухе, я думаю, заявленный метров 15 точно будет держать. Ну и давайте маленечко проведем тестов. Замерим, так скажем, громкость максимальную. Заодно чуть-чуть послушаем. Не знаю, как сможет передать, не сможет. Микрофон сейчас, потому что все-таки, подчеркиваю, направлен на меня. Давайте-ка я попробую снять. Так, слушать будем с самого устройства. Я поставил максимальную громкость, чтобы он фиксировал. И переключаемся в режим с карточки. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, пресетами эквалайзера можно управлять и в тот момент, когда у вас воспроизведение идет с картой памяти. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, что я могу сказать, друзья, по поводу звука данной колонки. Не знаю там, как уж хайрес, не хайрес, где-то я там видел упоминание об этом. Но качество звука однозначно отменное. Отличный запас громкости. Даже на максимальных его значениях никаких, в общем-то, искажений не слышно. Даже при корректировке эквалайзером. Прекрасный, мощный бас. Очень хорошие высокие частоты, благодаря тому, что есть два твизера. Причем, если это все дело регулирует, скажем, плеер-эквалайзером. Я кусочек делал, так сказать, тизер кидал в телегу. Композицию Pink Floyd непосредственно записывал. Уже с хорошим качеством, там, с прибавленным низами и верхами. Все прекрасно звучит, никаких проблем и нет. Единственный момент, который я хочу отметить еще, занести его к минусам, это регулировка громкости. Заключается он в том, что каждое нажатие не регулирует громкость. То есть, одно нажатие пустое. И, например, когда вы хотите сделать минимальный звук, так, чтобы его было слышно, но его было немного, скажем, создать интимную обстановку, например, со своей второй половинкой, у вас, может, это не получится, потому что резкое прибавление происходит. Сейчас я попробую вам продемонстрировать. Пустое нажатие. Вот уменьшение громкости. Видите, вот здесь вот резко очень. Пустое громкость. Пустое уменьшение. В общем, вот такой вот минус. Один из немногих, как я уже сказал, который в этой колонке присутствует. В остальном, в принципе, одни плюсы. Стоит от колонка, как вы уже могли видеть там по прайсу, 110 долларов. У нас доллар падал-падал. Сегодня вот немножко приподнялся, поэтому стоить она стала не 7, а 8 тысяч рублей. Но что, в принципе, довольно неплохо. Конечно, хорошо бы сравнить эту колонку с конкурентами от, скажем, JBL. Но я думаю, что там примерные по звучанию и мощности аппараты будут на 50, а то и более процентов дороже. Во всяком случае, Tronsmart в этот раз не подвел. И колоночка у них получилась очень даже хорошая, на мой взгляд. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на все мои ресурсы в соцсетях. Яндекс.Дзен, Телеграм, группа ВКонтакте, на YouTube, конечно же. Ну и до новых встреч. Всем мира и добра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»